Всем привет! Продолжаем с вами проживать четверг. Мы после работы собрались с Лешей, очень смешно. Спасибо, что перебил. Едем с Лешей и с папой. Папа просто отдельно едет в Аврору, потому что он хочет свитшот померить побольше. Слушай, ты можешь подождать, пока я договорю? Ты паузу сделала, я в лес. Но я же не договорила, черт должна быть. Ты же паузу сделала. Дохни воздуха, не тарахти. Да нормально, мы только утром сегодня говорили о том, что мы друг друга перебиваем, чтобы вы понимали. Причем не очень весело это было. В общем, пошел Левеняков, и я этому очень рада, конечно же. И да, поедем. Папа поменяет, ну не поменяет, а по крайней мере померит свитшот побольше того, что мы подарили. И я посмотрю там, какие вещи. У нас открылся один интересный новый магазин в Авроре. Думаю, женской половине будет интересно. Тем более, что этот магазин, как оказалось, популярен в Инстаграм. Я о нем впервые услышала. Ну вот он в Авроре открылся у нас. Кстати, сегодня же у нас открытие Юска, самого большого в нашем городе на Песках. Сегодня, да, прям день открытия. Итак, тот самый новый магазин, на котором я узнала, называется ФАМО. Или ФАМО, не знаю. Но здесь продаются шляпки, очки, вещи некоторые, сумки очень много. Ну, видишь, висит как-то странно внизу. Очень странно. Как-то он тебя полнее сделал, мне кажется. Посмотри, если что-то сюда делается. Папа, ж не будет его носить широкими шитами. Да нет, какой-нибудь хрупый. Да нет, твоего тоже было. Я не хочу. Я вообще размешиваю. Решила тапочки померить, насмотрелась на них тоже в интернете. Но я думала черные, потому что они больше, конечно, под все идут. Но тут только цветные, чтобы не вмыться. Вот такие зелененькие, симпатичные. Еще вот девушка мне розовые и голубые предлагает померить. Мне кажется, что самый, наверное, вот такой интересный будет вот этот цвет, в котором я сейчас. И цена у них очень хорошая. Сейчас где-то 370 ривен или 340 на них. Но они реально очень удобные. Я только не так давно на них акцентировала свое внимание. Ну, сейчас их под все как бы носят. И прикольно смотрятся с носками. Вот, сейчас померю еще вот эти. Розовые, наверное, даже интересней. Ну, вот я сейчас их обула и поняла, что как-то даже лучше, чем зеленый. Просто цвета красивые реально. А вот как в носке будет под все мои вещи, нужно думать сейчас стоять. Сколько у меня там вещей, какого они все цвета, как это будет сочетаться. Наверное, розовый лучше, потому что не такой кричащий. Но сейчас еще голубые померяю. Мне кажется, что это самый, наверное, самый классный цвет. И вот голубенькие. Но тоже красивые. Есть смысл брать все, знаете, под настроение. У меня такие идиотские эти остались. Смотрите, от моих черных босоножек подберли полоски. Кошмар. Наверное, розовые все-таки. Самые классные розовые получились. Сейчас еще попрошу по магазину, может, что-то еще подберу. У нас кинвер надо купить к ним. Беленькие, красивые. Я хочу на запады у них поехать. Итак, примерка. Костюмчик, короче, он есть в миске лифте, так он есть еще полный черный. Есть чуть темнее беженый, и есть вот такой молочный. Мне кажется, это самый красивый цвет. Отойди чуть назад. Ну, ничего такого. Это плотность. Плотный. Мончок. И футболку можно отдельно носить. Красивый такой, очень удобный. Поймись, так оно плохо видно, повернись туда в зеркало. А дайте шляпки, как же я воню. Ну, тут, наверное, кусочки. В идеале, почему бы, кетку какую-то выделите сюда. Да? Ну, пойдет. Руководка. Вообще, ничего лишнего. Я еще хочу понравить вот такие вернутые. Не знаю, посмотришь на себя в нее. Вот такие. Потому что, как бы, осенью тоже вот классная вещь. Если джинсы надоели, джинсы не хочется, я его в основном не дожу. Вот такие джинсы пришел. Ну, костюм ничего тогда. Будем по очереди его носить. И шлюпки. Ну, такое как-то. Повернись. 30-36, да? Да. Ну, довольно вот так покажи. Вот, как у меня. Они, конечно, очень удобные. У меня вообще 3,4. Такой у тебя облегающий. Это широкие. Вот это, кстати, цвет, который сейчас висит. Рыбацкие какие-то. Покажи, это будет почему-то актуальный цвет этого сезона. Мне он не нравится. Это кто-то Дяне сказал. Это у нее связь с космосом. Это я увидела в интернете. Ну, да, это у нее связь с космосом. Я люблю такие. Я люблю светлые ваши. Ну, кстати, тоже классные шорты. Господи, у меня тут такое ужасное лицо. А у меня? Из-за прошлой стороны они поворачиваются, которые... Да, как-то это... А ты можешь покрыть так со стороны что-то? Ты даже показывала все. Нет, я еще не ходила. Ну, тут, короче, я вам говорила, купальники, купальники все. Причем очень-очень хорошая цена на них. Из вещей вот пиджаки висят, рубашки, костюмы есть с рубашками. Плати, сарапаны. Классики, отечки, ну, такое, сумочки, да, много. Причем эти сумочки, которые салонно. Прикольно, вот, награжденные. Ну, мир тоже, нет. И у нас через 2 дня, по-моему, послезавтра, наверное, будут открыты здесь специально. Тоже будут какие-то ровно совершенные. Ну, это я вас еще не знаю. Ну, когда, через 2 дня приходите сюда. Через 2 дня. Да, мы же сейчас скидки какие-то. Сейчас будут скидки, потому что открылись. Сделали пару покупочек. Я уже дома подробнее покажу, что именно мы выбрали. Поэтому мы так все поняли. Ну, все равно. Все сразу, конечно, не купишь, но в этом, в перспективе. Прикольный магазин. Мне понравилось качество вещей. Мне понравились девочки. И мне понравилась накопительная система. Я открыла здесь карту. Завела карту, как правильно сказать. От покупки накапливаются бонусы. То есть, с этой покупки у меня уже 111 накопилось. И это будто бы 111 гривен скидки уже на следующую покупку. Правда, действовать будет через 2 недели. 111 гривен на минуточку. Это прикольно. Но это значит, что вещи намного дешевле. Да? Так это работает. Нет, это просто мотивация клиента. Ты так бы не хотела еще. А так надо, не надо, но придешь, да? Ну да, прикольный магазинчик. Есть что посмотреть. Так вот, как уютно, да? Там можно фотографии делать, если дома нет интерьера. Точно, это хорошая идея. Приходишь в Юск и погнал фоткаться. В общем, посмотрите, как минимум. Ух ты, это что, подушка что-то? Я же заговорилась. А тебе, между прочим, нужна эта подушка. Да, она и так хорошая. Так вот, повторюсь, это самый большой Юск по идее у нас в Запорожье. Открытие реально грандиозное, потому что людей много здесь. Тут каждый день первым 50 покупателям подарок. Каждый день? Да. Ну и там 2 дня нет, 2 или 3 дня. А сегодня закупка. А, вот, тоже берите на заметку. Ну, это прикольно, да? А тут действительно как-то уютно. Это, наверное, самый уютный Юск, в котором я была. Прикольный такой. Ну да, скидки реально сейчас тут. Ну, мы же понимаем, как все это работает. Но... Да, но у них и так цены действительно неплохие. Что тут у нас есть? Ну, столы, диваны, кресла. Такие вот комодики. Ну, это надо приходить тем, кому реально нужна мебель, вы знаете, что в Юске все это есть. Мебель, декор, полки, кровати, пледы, текстиль. Вот дальше мы сейчас к нему пройдем. Ну, цены везде, да. Цены типа везде вот такие. Все будто бы как дешевле. Очень понравилась композиция эта. Мне лично. Вот такое трюмо маленькое. А интересно, выдвигаются здесь шипляны? Да. Косметику положили. Цветочек поставили. Корзину. Стульчик. Супер хорошее, уютное место для девушки. Да, тут сейчас по очень хорошим ценам подушки и ортопедические всякие вот такие. Можно постельное белье купить недорогое. Ну, как вы знаете, юзкие, но как бы качество не прям супер-пупер. Но почему нет? Почему бы не взять? Вот подушку, например, здесь покупала. Моя вроде бы как вот эта. Или вот эта. Очень крутая, классная подушка. Завтра, ну я буду с самого утра там... Купили подушечку. Ой-ой-ой, что такое? Тут очереди, ребята, капец. Какие большие, очень много людей. И просто, знаете, они стопорятся в некоторой очереди, потому что люди оформляют сарточки. Сарточка, кстати, дисконтная. Такое. Подушку купили вообще по классной цене, ортопедическую. То ли 300 с чем-то, то ли 400 просто. Итак, подушка. Давай с подушкой начнем. Давай начнем с меня. Взял я себе розовые топульки. Так как вы знаете, есть такой няши. Взял себе розовые топульки. Думаю, буду на заводе щеголять. Мужики оценят. Очень нежный кремовый цвет, такая текстура. Я думаю, самое главное, смотрите, какие прям шипы. Эта сцепка будет хорошая. Не поскользнешься на заводе, не упадешь. Мужики. Советую, не вставь туда, они же по полу ходили. Давай, извините. Потом взял все-таки, это ночные трусы, я их называю. Это длиннее, чем обычные трусы, но короче, чем шорты. В общем, ну такие ночные трусы. Такие ничего. Свободные, да? Проветриваются. Вентиляция какая. Прям карманы можно себе, допустим, любите ночью поесть. Можно еды в карманы. После ночи проснулся, думаю, мало ли, лучше ее брать. Идти никуда не надо. Достал сразу, все, поел, все нормально. Вот, собственно говоря, ткань легкая, дышащая, все. Как ты любишь. Свобода, да. Вот. И взял футболочку, но это, наверное, я Дианушке дам. Почему? Потому что на меня она большая, но Диану как раз... Иди нафиг! Ты вообще обалдел! Может, немножко ручки будут жмать, ну ничего. Жмать? Жать, зажимать. Не важно. Но на меня она великовато, вы видите, да? Ну, я не думаю, будет сама. Зажимать, зажимать. Собственно говоря, очень неплохо скупились. Смотрите, какие тона, какие все нежные, какие пастельные оттеночки. Там все так очень пастельно. Да, очень красиво. На пастели. Все замечательно. Выдыхаем, ребятки. И еще взяли подушечку. Базовую, между прочим. Да, базовую? Да, там написано базик. Барабан. Базик, базик. Базик, это про ее форму, если честно. Это, да, они пишут basic форма. Так и пишут basic форму. Базик форму. Почему? Потому что сплю я на двух ящиках картонных. Не картонных, простите. Это, в прошлый год, деревянных. На двух деревянных ящиках. На них покрывальцы и стол соломки вместо подушки. Теперь, наконец-то, может быть, я буду спать больше, чем полчаса за ночь. Я на это надеюсь. Как вы видите по текстурке, это змеиная кожа. Настоящей змеи анакона. Но не бойтесь, зоозащитники, она сама ее сбросила. Что-то тебя прет вообще. Ей, правда, охотник угрожал ножом, ну, чтобы ускорить этот процесс. Но она сбросила и поползла дальше, голенькая. Вот, и теперь в ее коже буду спать я. На ее коже, извините, пожалуйста. Великие литературоводы, мовознавцы и другие представники интеллектуальных профессий. Спасибо за вашу увагу. Мы вам благодарны. Бонжорно. Решила себе на ужин сделать что-то такое интересное и вкусное. И сделала из того, что было в холодильнике. А в этот раз из того, что было в холодильнике, было очень много чего интересного. То, например, красная рыба, авокадо, творожный сыр с зеленью, лаваш. В общем-то, все очень круто. Я сделала себе такой ролл. Легкий прикус. Из того, что завалялась в холодильнике. Да, пообедаем тем, чтобы Бог послал. Да, да. Но я же к этому и клоню даже. В этот раз как-то в холодильнике классно все лежало. И чай смертный зеленый и сделала. Зато со своими пакетиками. Я говорю, когда иду, покупал этот, я знаю, что я на завтрак от рыбы, авокадо. А у меня на работу, как я думаю, у многих рюкзаков, в рюкзаке пакетик для садочков. Он уже такой видавший в жизни. Сырочный пакетик. Он уже столько всего повидал. О, господи. И я говорю, у меня там красная рыба, авокадо. То есть такой, напомню, самый дешевый. И я достаю вот этот заширенный весь пакетик. Который уже есть облежки. Там дырочка. Секрет успеха, ребятушки. На экономную рыбу. Где ты нас экономил? Копеечка, рубль бережет и так далее и тому подобное. В общем, спасибо, что провели этот вечер с нами. Увидимся в новых видео. Не забудьте подписаться на канал. Леша, думаю, заслуживает подписочки, судя по сегодняшнему стендапу. Нет, давайте подписываться. Ты что, с ума сошел? В общем-то, увидимся очень скоро. Приходите в Инстаграм смотреть посты, истории. И пишите, если у вас есть желание. Увидимся очень скоро. Пока. Пока, девочки.